Прометей, огромный океанский лайнер, отправившийся в семидневное плавание 4 месяца назад. С тех пор весь корабль и его 2000 пассажиров пропали без вести. Это стало самым массовым скандалом в Европе, потому что пассажирами первого класса корабля были известны и важные люди. Слухи о том, что случилось с кораблем, облетают весь континент, но все попытки найти океанский лайнер терпят неудачу. В первой сцене фильма мы видим женщину по имени Маура, бегущую по коридорам психиатрической лечебницы. Она убегает от своего отца, проклиная его за то, что он что-то сделал с ее братом. Маура смутно упоминает потерянный корабль и обвиняет отца в убийстве многих людей. После она говорит о корабле, который называется Прометей. В следующей сцене Маура просыпается и предполагает, что это ей только что снилось. Однако следы на ее запястье, которое она получила в приюте, говорят об обратном. Маура смутно помнит, что с ней произошло, но по большей части это просто туман. Как будто кто-то стер последние несколько месяцев из ее памяти. В настоящее время она находится на борту другого корабля, направляющегося в Америку из Англии. Этот корабль также находится в семидневном пути и вмещает более тысячи пассажиров. Люди в первом классе это пассажиры высокого класса, а люди в среднем и рабочем классе либо беженцы, либо преступники, или же скитальцы. Они живут в самом нижнем общем купе и им дают меньше еды, в то время как пассажирам первого класса подают лучшие деликатесы в мире. Чего никто не знает, так это того, что у каждого пассажира на борту есть свой секрет, который они скрывают. Маура одна из пассажиров первого класса и она здесь потому, что несколько дней назад получила письмо. Письмо было от ее брата, в нем она просит Мауру приехать в Нью-Йорк, утверждая, что знает, что сделал их отец. Именно по этой причине Маура находится на борту корабля, несмотря на то, что у него плохое здоровье и она психически неуравновешенная дама. После Маура смотрит в зеркало и напоминает себе, как ее зовут, чтобы не забыть его, если кто-то попытается с ней заговорить. В обеденной зоне недавно поженившаяся пара Люциан и Лаура, поскольку брак был устроен их родителями, они не любят друг друга. Вместо этого Лучан присматривает за японской проституткой на борту. Тем временем, упомянутая Лаура, со своей матерью одета в традиционное японское кимоно, но говорит на кантонском диалекте. Выходит, что они притворяются японцами для лучшей жизни за границей. Вскоре Маура сидит одна, когда рядом с ней сидит женщина по имени Мисс Ева. Ева владелица женщины и взет ее в Америку, чтобы продать бордель. Маура раздражается, когда Ева начинает навязывать свои вопросы, но их обоих прерывает появление мужчины. Это простой рабочий из низшего класса, которому не разрешается даже смотреть на пассажира из первого класса. Но он спрашивает, есть ли на борту врач, потому что его сестра умирает в нижнем отсеке. Вскоре мужчину отводят охранники, но Маура следует за ними, показывая, что она прокрикующий врач. Она идет в нижнее отделение и помогает этой беременной женщине. Но люди настроены скептически, но ее младшая сестра доверяет Мауре. Когда женщины перестают болеть, опыт Мауры подтверждается, и она тихонько выходит наружу. Именно тогда она встречает капитана корабля. Он потерял жену и дочерей во время пожара два года назад и до сих пор оплакивает их смерть. Капитан некоторое время разговаривает с Маурой, прежде чем их прерывает его помощники. Они показывают, что получают сигнал откуда-то поблизости, который показывает им координаты места. У капитана есть все основания полагать, что сигнал исходит от потерянного корабля. Чтобы провести расследование, он обращает внимание на пассажиров и разворачивает весь корабль. Вскоре Маура идет поговорить с капитаном и спрашивает, думает ли он, что кто-то на потерянном корабле может быть жив, поскольку они отсутствовали 4 месяца. Капитан знает, что это маловероятно, но надеется, что они распределили свою еду по норме и выжили. После того, как Маура уходит, капитан отстает конверт, похожий на тот, который она получила от своего брата. Это от какого-то человека по имени Эйл. Через некоторое время капитан обращается к пассажирам первого класса и сообщает им, что поворачивает корабль, чтобы добраться до координат. Большинство из них недовольны этим решением, но капитан остается непреклонным. Через несколько часов они наконец достигают координат и подтверждают, что это действительно потерянный корабль. Капитан приказывает своим помощникам спустить спасательную шлюпку и выбирает группу, которая будет сопровождать его на затерянный корабль. Группа состоит из двух мужчин низшего сословия, Олик и Джер, Маура и еще несколько человек, чтобы присматривать за ними. Когда они наконец достигают потерянного корабля и сбираются наверх, они потрясены тем, что там никого нет. Нигде не лежит даже мертвого тела и весь корабль кажется заброшенным. Капитан особенно смущает, как они получили сигнал, потому что устройство, которое использовалось для этого, уничтожено. Но внезапно Маура замечает двигающего по полу жука и следует за ним. Насекомые приводят ее в комнату возле запертого шкафа. Маура осторожно открывает ее и потрясена, когда снаружи появляется маленький парень. Он не говорит и не проявляет никаких эмоций, но держит странную пирамиду. Вопросы о его выживании возникают у группы, прежде чем они приводят его к своей лодке. Вскоре Маура соглашается держать его в безопасности в своей комнате и заботиться о нем, поскольку она врач. На следующее утро все компасы на корабле перестают работать. Люди задаются вопросом, постингт ли их та же участь, что и пассажира потерянного корабля. И даже капитан не знает, что делать дальше. Тем временем Маура занята заботой о ребенке. Она возвращается в свою комнату с едой для него и находит незнакомца, стоящего за дверью. Мужчина быстро перемещается к другой двери и объясняет, что слышал с хлипы из-за ее комнаты и хотел просто проверить. Он также представляется Даниэлом, ее соседом. Маура спрашивает мужчину, встречались ли они раньше, потому что она окажется знакомой, но он прекращает разговор и просто уходит в свою комнату. После этого Маура спрашивает малыша, что он делал на корабле. Однако мальчик хранит молчание и передает ей найденную пирамиду. Кажется, что он пытается что-то сообщить ей, но она с трудом может это интерпретировать. Между тем капитан предполагает, что все, что связано с потерянным кораблем, связано с судовой компанией. Перед самым путешествием он получил от компании письмо, в котором было всего два слова – потопить корабль. Он думает, что компания хочет, чтобы они потопили недавно найденный корабль, чтобы скрыть свои проступки. Его все сотрудники думают, что он слишком много думает. Капитана просит решить, что он хочет делать прямо сейчас. Пассажиры даже его собственной команды начинают сомневаться в его авторитете, потому что корабль не двигался. В таких условиях его психическое здоровье ухудшается, и он начинает слышать, как поет его дочь. На звук он добирается до комнаты, где умерли его жена и дочери. После выясняется, что пожар в доме, который убил их, не был несчастным случаем, а был устроен его собственной женой, чтобы убить ее, дочерей и себя. Позже капитан пытается поговорить с своей семьей, но жена игнорирует его и забирает детей, оставив только старшую дочь. Девушка велит отцу вернуться и поджигает огонь. Это возвращает капитана к реальности. Однако, когда он открывает глаза, он оказывается внутри купе под своей кроватью. Он в шоке, потому что знает каждый угол корабля, но не знал о купе, прямо под его кроватью. В этот момент капитан решает, что он во что бы то ни стало, доставит потерянный корабль к берегу. Но поскольку им не хватает угля, чтобы оттащить его в Америку, им придется вернуться в Англию. В это время, Маура находит на шее мальчика татуху, похожую на отметку на конверте, которую она получила. Она сообщает ребенку, что ее брат пропал без вести в течение последних четырех месяцев, и она понятия не имела, где он был до того, как получила это письмо. Этот знак для нее очень важен, и она хочет, чтобы ребенок объяснил, что это значит. Мальчик все слушает и начинает плакать, но по-прежнему не говорит ни слова. Когда Маура уходит, ее сосед Даниэль снова выходит за ее дверь. На этот раз он выпускает из ладони жука, похожего на того, который был найден на потерянном корабле. Он отворачивается от двери и идет по коридору. Маленькая девочка из пассажирнишего класса находит его и натыкается на Даниэля. Он извиняется перед ней и сцена резко обрывается. Где-то в другом месте капитан сообщает пассажирам, что они возвращаются в Англию, и никто этому, естественно, не рад. Люди начинают протестовать, но он идет против всех и остается непреклонным в своем решении. Маура следует за Нинопалубой и спрашивает, что происходит. Капитан рассказывает ей сообщение потопить корабль, отправленным в судовой компании. Он также предполагает, что он и Маура были отправлены на этот корабль не просто так, зная о полученном ее письме, похожем на его. Чуть позже находит какой-то труп и вызывает врача мужчину, чтобы выяснить причину этого смерти. Он неосторожно заявляет, что она умерла естественной смертью, потому что была просто больна. Но Маура сомневается в его достоверности, и мужчина не проявляет к ней никакого уважения. Внезапно капитана вызывает наружу, чтобы он увидел окружающий его туман. До сих пор они использовали солнце, чтобы определить направление движения. Однако из-за того, что их окутывает туман, трудно определить направление. Чуть позже капитан возвращает в свою комнату с Маурой и показывает ей ленточку, принадлежавшую ее дочери. Он также сообщает, что нашел ленту на потерянном корабле. Он считает, что его семья была на том корабле, хотя они уже давно мертвы. После Маура Ион решает вернуться на потерянный корабль еще раз, чтобы проверить журналы капитана и узнать больше о том, что же там произошло. Они идут спускать шлюпку, но по пути их останавливает начальник службы безопасности. Он очень недоволен решением капитана вернуться в Англию и думает, что его одержимость потерянным кораблем навредит им всем. Однако капитан игнорирует его слова и продолжает спускать лодку. После того, как они уплывают, начальник службы безопасности и заместитель капитана решает настроить людей против него. Начальник охраны идет к людям низшего сословия и сообщает им о смерти маленькой девочки. Он прижимает их к капитану и говорит протестовать. Так как у людей низшего сословия нет достаточно денег, чтобы купить билет на корабль во второй раз, они не хотят возвращаться в Англию. Некоторое время спустя они находят на корабле еще трех мертвых людей, которые, кажется, умерли, как и маленькая девушка. Это наполняет их яростью, и люди готовятся бороться за свои права. В это время где-то в другом месте капитаны Маура достигают потерянного корабля и проходят через комнату. Они обнаруживают, что все официальные бумаги сожжены в камине, но капитану удается достать один несгоревший лист бумаги. В нем и есть список пассажиров на борту корабля. Вскоре они также натыкаются на странную электрическую доску, прикрепленную к стене. Капитан сообщает, что это новое дополнение к кораблю, которое произошло в прошлом году и используется для измерения давления пары. Внезапно до него доходит, что инструмент в принципе бесполезен, а значит он должен быть там для чего-то другого. Он боится зажить своих пассажиров, потому что на их корабле тоже есть такой же прибор. Это еще раз доказывает его теорию о том, что судовая компания должна что-то делать с потерянными кораблями и погибшими людьми. Вскоре мы видим японскую проститутку, смотрящую на море. Женатый мужчина Люциан подходит к ней и пытается навязать разговор, но она уходит, чтобы избежать его. Взаимодействие остается с незамеченной ее хозяйкой Евой. Она приходит к Люциану с предложением и соглашается позволить ему переночевать с проституткой за огромные деньги. Чуть позже Ева проверяет проститутку, чтобы убедиться, что она чиста и узнает, что она на самом деле девственница. Воспоминания показывают нам, что ее мать работала в борделе. Однажды лучшая путана получила возможность работать за границей и добиться лучшей жизни. Женщины завидовали, поэтому убили указанную девушку и заняли ее место на корабле. А невинная проститутка знает, что они поступили неправильно и принимает свою судьбу, соглашаясь переспать с Люцианом. Вскоре наступает ночь и Люциан лжет жене, что хочет спать в другой комнате. Мы видим, как он избегает принимать лекарства, и из-за этого не случается припадок, прямо перед тем, как путана снимает с себя одежду. Позже мы узнаем, что Люциан на самом деле импотент и не может функционировать без своих лекарств. Вскоре, вернувшись обратно в свой корабль, капитан смотрит на найденную бумагу. Он потрясен, увидев имя Маура в списке пассажиров пропавшего корабля. Значит, она тоже была на нем, но у капитана нет ответов. Как она вернулась и какие тайны скрывает? В следующей сцене Даниэль встречает Мауру и спрашивает ее, как она относится к капитану. Маура находит этот вопрос странным, но говорит, что доверяет ему свою жизнь, потому что он через многое прошел и хочет лучшего для своих пассажиров. Тем временем люди из низшего класса начинают собирать ружье и оружие, полные решимости захватить корабль и доставить его в Америку. Прежде чем капитана предупредят его окружают соперники. Одновременно мы видим, как Даниэль пытается использовать странную машину, которую капитан видел ранее на другом корабле. Капитан и трое его помощникам, запертые в каюте с связанными руками, а затем начальник службы безопасности узнает, что компас снова заработал. Проверив их местоположение, экипаж был потрясен, обнаружив, что они находятся в том же положении, откуда отклонились три дня назад. Даже у самых старых членов экипажа нет объяснения этому, потому что они постоянно двигались с тех пор, как в последний раз находились в этом месте. Этим временем протестующий окружает сотрудника и просит его рассказать ему, почему гибнут их люди. В страхе мужчина пересматривает все, что произошло на корабле с тех пор, как они получили сигнал с корабля призрака. Когда группа узнает, что это произошло после того, как ребенка спасли, они обвиняют его в смерти, предполагая, что он принес эту болезнь. Протестующие ревут от гнева и отправляются искать этого пацана, чтобы покончить с ним. Сначала они входят в комнату Мауры, но обнаруживают, что она пуста. Оглядевшись и убедившись, что ребенка там нет, они запирают Мауру и уходят, чтобы проверить другие комнаты. По мере того, как Маура начинает беспокоиться о парне, она слышит шумец под своей кровати. Она перемещает его, чтобы взглянуть, и находит потайное отделение, похоже на то, что находится под кроватью капитана. Вскоре мальчик выходит из купе, и Маура вздыхает с облегчением. После один из за другим протестующий запирает высококлассных пассажиров в их номерах. А Маура пытается взломать свой замок, пока ребенок наблюдает за ее попытками. Затем он достает жука и насекомое волшебным образом открывает дверь наружу. Маура этому ошеломлена, но у нее недостаточно времени, чтобы разумышлять об этом. Они бегут к спасательной шлюпке и воссоединяются к капитанам и его сторонниками. Оказывается, он сбежал из комнаты, в которой они были заперты, заползая в вентиляцию. В настоящее время группа планирует сбежать в спасательной шлюпке. Маура пытается присоединиться к ним, но капитан настроен скептически, увидев ее имя в списке пассажиров корабля-призрака. Прежде чем группа успевает спустить спасательную шлюпку, прибывает протестующий и забирает маленького мальчика на его кончину. Когда они готовятся принести ребенка в жертву, начинается сильный дождь. Однако он не выглядит напуганным, словно смирился со своей судьбой. За несколько секунд до того, как с ним покончат, капитан и его сторонники приходят ему на помощь. Между двумя сторонниками завязывается драка, пока многие люди ранены. Маура в это время за всех сил пытается добраться до ребенка, но женщина сбрасывает его с корабля раньше, чем она успевает. Через некоторое время группа капитана лечит свои травмы в вестибюле. Маура до сих пор потрясена и напугана, потому что за время, проведенное вместе, у нее сложилась связь с маленьким мальчиком. Сытый по горло капитан ругает Мауру за то, что она прикидывается тупицей и показывает ей имена из списка пассажиров пропавшего корабля. Маура в шоке этому, потому что вообще не помнит, что была на корабле. Она пытается дискредитировать газету, но останавливается, когда рядом шумит шкаф. В финале фильма все в шоке наблюдают, как маленький мальчик выходит из шкафа, держа в руках странную пирамиду. Как он это делал и на потерянном корабле. Этот фильм заканчивается тем, когда он подходит к Маури и просто обнимает ее. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите ваши мысли в комментариях. Что скажете, как вам такой фильм? Также советую вам посмотреть эти видео и желаю хорошего дня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!